С 1895 по 1898 год Борисов Мусатов провел в Париже И неожиданно для себя открыл творчество художника Пьера Пьюви де Шавана Русскому живописцу показались интересные и монументально декоративные панно французского мастера Их приглушенная цветовая гамма, плоскостность и условность изображения Борисов Мусатов даже хотел попасть в мастерскую де Шавана учеником Но, к сожалению, ему это не удалось Тогда появилась мысль написать картину материнства с изображением цветущего зеленого сада и женскими фигурами Однако дальше Эдюдо в дело не пошло Созданное спустя несколько лет изумрудное ожерелье стало в некотором смысле второй попыткой осуществить задуманное Первые наброски к работе были сделаны в местечке Черемшаны под Саратовом Где Борисов Мусатов отдыхал вместе с супругой Дом, в котором они жили, находился в окружении массивных дубов Резные листья деревьев очень привлекали художника Он каждый день отправлялся в рощу и наблюдал за игрой солнечных лучей в кронах Что проявлялось при малейшем трепетании ветви Эти жилеты затем появились на картине Они выступают тем самым изумрудным ожерельем, в обрамлении которого находятся женские фигуры В качестве модели выступили сестра живописца Елена и его близкий друг Надежда Юрьевна Станюкевич Сам художник называл картину языческой и отождествлял ее героинь с природой, что наполнено энергией весны Движению каждой героини соответствует движение ветки дерева над ее головой На первый взгляд все кажется абсолютно статичным, но это не так Крайняя женская фигура слева обрезана границами холста Она как бы входит в пространство картины и передает импульс стоящей рядом девушке На что указывает легкий наклон ее головы Дальше действие набирает силу Центральная модель принимает посыл и, дополняя его жестами, отправляет группе из трех героинь Крайняя справа особа становится кульминацией Ее корпус наклонен вперед и частично срезанная рамкой фигура устремляется к выходу за пределы полотна Однако тут художник останавливает движение за счет слегка запрокинутой головы По той же схеме идет и развитие эмоций От полного спокойствия крайней левой девушки до восторженности крайней правой В отсутствии линии горизонта усеянная цветами лужайка воспринимается как монолитный фон Он затягивает зрителя своей глубиной и превращает изображение в подобие закрытого царства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok